МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Легендарные командующие и воспитанники летней смены лагеря мост узнали о личности Ивана Кирилловича Яковлева, стоявшего у истоков создания внутренних войск. Когда внутренних резервов не хватает, повышение стоимости тарифов на услуги ЖКХ в ЯО связано с ростом расходов ресурсоснабжающих предприятий. 50 команд в семи лигах завершился первый этап неформальной футбольной лиги сезона 2024 года. Добрым словом и современными технологиями о миссионерской деятельности фонда Вера в учреждениях в СИН России говорили на Авторадио Биробиджан. Летняя смена лагеря, действующего на базе центра моста, это не только отдых и веселье. Это и мероприятие информационно-патриотического характера. В преддверии дня рождения великого командующего Ивана Кирилловича Яковлева дети узнали о том, кто же такой этот человек и чем он знаменит. Рассказали об этом специальные гости смены, сотрудники регионального управления Росгвардии в рамках всероссийской акции «Служу Отечеству». Он являлся основоположником внутренних войск, был командующим внутренними войсками на протяжении 20 лет. Под его руководством войска преобразовались, стали современной военной структурой, возросла их роль в жизни страны. Иван Яковлев родился 5 августа 1918 года в селе Чернолесском на Ставрополье. В мае 1968 года его прошедшего не одну войну назначили начальником внутренних войск. На этой должности он на протяжении 20 лет проявлял себя дальновидным и жестким военачальником, встав у руля проводимых в войсках кардинальных реформ. Именно в этот период во внутренних войсках МВД СССР появились первые вузы, были сформированы авиационные и морские части. Войска обрели первое подразделение специального назначения. О спецназе Росгвардии «СОБРИ» воспитанникам лагеря рассказал выпускник факультета имени Ивана Яковлева, участник СВО Сергей Радецкий. То есть факультет разведки, он находился в Новосибирском институте имени Ивана Яковлева. Очень хороший институт. И нас немногих, 30 человек, учащихся на этом факультете, наградили вот такой вот благодарностью. Вот смотрите, это всего лишь 30 человек, это 5 спецназеров, короче, дали. Вот. И такой значок отличительный. Вот тоже это за успехи. Вот за успехи в учебе. Работа спецназа вызвала большое оживление среди детей. Они задавали множество вопросов, а о службе в Росгвардии проявили серьезную заинтересованность в получении профильной профессии. Ольга Киселева, Кирилл Цирульников, Новости 21. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое произошло в Еврейской автономной области с 1 июля, связано с необходимостью подгона получаемой прибыли ресурсно-снабжающими предприятиями под затраты. При этом отмечается, что нынешний рост платы на 6,3% все еще остается значительно ниже экономически обоснованных показателей. Последнее повышение тарифа проходило более полутора лет назад. За это время возросли затраты предприятий ЖКХ по множеству пунктов. Повысилась стоимость угля и топлива, обслуживание техники, заработная плата сотрудников и ряда других показателей. Такая составляющая, как уголь, который мы поставляем от поставщиков, он составляет у нас 80-80%. Регулировать цену мы не можем. Это предприятие, которое нам поставляют, то есть уголь, он не является регулированным предприятием, а мы как регулируем. Поэтому тариф растет. Выпадающие доходы ресурсно-снабжающих организаций, недополученные из-за экономически необоснованного тарифа, компенсируются из регионального бюджета. Такая поддержка помогает сдерживать рост платы граждан за коммунальные услуги. Андрей Кирюшин, Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости 21. В Биробиджане на поле Факота лицея номер 23 состоялся финал неформальной футбольной лиги. Это первый этап третьего сезона проекта. В целом в нем приняли участие 50 команд, которые сражались в семи лигах. В финал соревнований вышли футбольный клуб «Альфа» и команда спортивного общества «Динамо». Это было яркое сражение. В ходе матча инициативой владела то одна, то другая команда. В равной игре минимальную победу со счетом 1-0 одержала «Альфа». Неформальная футбольная лига – отличный турнир, то есть регулярный чемпионат, плюс фестиваль футбола. Путь тяжелый был к финалу, то есть хорошие матчи сыграли, особенно полуфинал. Ну и финал боевой 1-0. Все по делу, хорошая игра. Соперник был очень тяжелый, то есть достойный финала. Ну и, собственно, игра получилась достойная финала. Борьба была как физически, так и с мячом. Судьбу его финала решил один гол, тот победил. Впереди ждет второй этап неформальной футбольной лиги – лига губернатора. В нее вошли 16 команд. Они будут сражаться в четырех группах. Игры пройдут уже в сентябре. Команды поборются за основные призы – 10, 30 и 50 тысяч рублей. А 17 августа состоится первый кубок по пенальти. Подать заявку можно на официальном сайте неформальной футбольной лиги. Если говорить вообще про проект, то он уже реализуется на территории области три года. В этом году мы расширились благодаря поддержке губернатора области Рейслава Эрсовича Гольштейна и, конечно же, благодаря поддержке фонда президентских грантов, который поддержал реализацию сезона 2024 года. Мы уверены, что на этом мы не остановимся, будем идти дальше. Ну а по количеству команд видно, что проект интересный и всем нравится. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости 21. Константин Боболев, чьим правления благотворительного фонда просвещения «Вера» и протеерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии, в программе «Народ хочет знать» на авторадио «Биробиджан», рассказали о просветительских проектах в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Духовный мостик из Самары и Москвы протянулся и в еврейскую автономию. Один из проектов, который поддерживает, помогает фонд просвещения «Вера», это совершение таких особенных миссионерских богослужений в колониях. То есть понятно, что это происходит не только в колониях, начинались-то такие, как бы зарождалась традиция таких богослужений в обычных приходах, скажем так, да, вот, ну, в обычных городских, сельских. А вот четыре года назад где-то, да, вот у нас в Самаре возникла такая, сначала у нас такая совместная идея, почему бы не перенести эту практику очень, как нам показалось, важную, интересную, вот в места лишения свободы. Отец Максим подчеркнул, своего рода теософский ликбез не является самоцелью. Через богословский смысл и символику миссионеры стараются раскрыть те ценности, которые помогают человеку стать на путь исправления. На решение этой же задачи направлен и проект по тюремному служению «Апрель». Один из интереснейших проектов, на мой взгляд, основных проектов фонда на сегодняшний день, это проект, благотворительный проект по тюремному служению «Апрель», в рамках которого, напомню, да, запускается совещание радиостанции во всех исправительных учреждениях Син-России. И в рамках этого же проекта вот зародилась такая идея миссионерских литургий в исправительных учреждениях. До нас никто этого не делал. По крайней мере, в колониях этого точно никогда не было. Собеседники убеждены, что живое слово по-прежнему остается главным и эффективным инструментом воспитания. Впрочем, вполне успешно идет развитие проекта «Радиовера». Сегодня в его орбиту вовлечены уже более 310 учреждений Федеральной службы исполнения наказаний. Константин Боболев отмечает, проект принят руководством службы и получает широкую поддержку со стороны Русской Православной Церкви. Полную запись эфира смотрите на портале reabir.ru Константин Земляникин, Кирилл Цирульников. Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова